Эти добрые люди Это общество, по сути, представляло собой закрытый клуб Это были лишь люди, приглашенные действительными членами или одним из основателей Устав организации был утвержден самим российским императором Однако деятельность этого общества была совершенно публичной За 50 лет было опубликовано 148 томов уникальных документов Русское историческое общество У нас в гостях историки Константин Могилевский и Семен Экштуд Здравствуйте Семен Экштуд, выпускник философского факультета МГУ имени Ломоносова Доктор философских наук Заместитель главного редактора журнала «Родина» Руководитель Центра истории и искусств Института всеобщей истории Российской академии наук Автор свыше 300 печатных работ, среди которых на службе российскому левиафану Тютчев и «Россия перед Голгофой» Константин Могилевский, выпускник историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Кандидат исторических наук Заместитель ответственного секретаря Российского исторического общества Автор ряда работ по истории России конца 19-го, начала 20-го веков Важно, мне кажется, сразу акцентировать внимание на том, что это был клуб не только историков Это был клуб историков, государственных и общественных деятелей Весь период дореволюционной деятельности общества находилось под непосредственным покровительством в различных формах императора Да, не просто великого князя, не какого-то почетного, уважаемого человека, а конкретно императора Да, и чем это было вызвано, для чего это потребовалось Дело в том, что задачи, которые тогда оставились русским историческим обществом, они были новыми Задачи, связанные с более-менее системной публикацией источников, до этого просто не ставились в таком объеме, в историографии Доступ в большое количество архивов был затруднен Ну, мы знаем, как Карамзин писал свою историю Он очень много работал в этих закрытых фактически архивах Да, по личной санкции, опять же, императора И набирая по кусочкам неопубликованные, потому что никто не занимался этим материалом И здесь, мне кажется, важно с самого начала подчеркнуть, что речь шла о публикации исторических источников И вокруг этого, вокруг этой важнейшей задачи смогли объединиться историки, общественные деятели, государственные деятели А в каком состоянии, вот, к середине XIX века в России находились массивы источников, документов, в том числе летописи, например? Практически это не было изучено, но прежде чем перейти к характеристике состояния архивов Я хотел бы охарактеризовать ситуацию, которая сложилась к моменту создания общества Вот инициатива появилась о создании общества, которое через несколько лет получит статус императорского, что важно Инициатива возникла в самом начале 1866 года И до момента утверждения устава прозвучал выстрел Каракозова в государе императора Освободителя крестьян Стреляли у решетки летнего сада Счастливая случайность помогла ему избегнуть гибели И в этот момент происходит очень сильная радикализация общественного мнения Вспомните известную картину со школьных времен Неврева Торг Якобы просвещенный помещик продает своих крестьян в розницу А на стене у него портрет Мирабо, ассоциация с Денисом Давыдовым А глядишь наш Мирабо старого Гаврила за измятая жабу Хлещет в уздаврыла И вот в этот момент молодая Россия Университетские студенты, гимназисты, разночинцы Интеллигенция двух столиц Негодовала по поводу прошлого России Всячески это прошлое поносило И употребляла слово прошлое всегда с эпитетами Постыдное и позорное В этот момент историю России, так называемого императорского или петербургского периода Никто не хотел изучать В этом периоде искали только моменты обличения И вот важно было протянуть нить преемственности Важно было показать, что были не только салтычихи А салтычихи именно в 65-66 годах стали публиковать разоблачительные документы И вот важно было показать, какая была история России И вот те люди, которые искренне родили о русской истории Которые сами были олицетворением этой русской истории И стали инициаторами создания общества Факт создания общества Это не просто была частная инициатива Или прихоть, или какая-то влашь Вот за этим стояли очень серьезные причины С одной стороны, это вот обстановка в стране А с другой, все равно исторически необходимо было выводить историческое самосознание Или национальное самосознание, хотя оно только становилось, может быть, к этому моменту На новый уровень И вот этот объемный взгляд на национальную историю Он должен присутствовать, причем сбалансированный Вот эта сбалансированность, она может даже не ставиться в качестве цели Теми, кто инициирует процесс Я не уверен, что каждый из создателей русского исторического общества Имел в виду развитие совершенно объективного, беспристрастного взгляда на русскую историю Так вообще даже не ставился вопрос Конечно И не мог он ставиться, имея в виду и политическую ситуацию, которая тогда была Но объективно вот этот путь реализации программы общества Издания исторических источников, публикации документов Он способствовал формированию этой объективной, объемной картины То лучший путь развенчания мифов Или, как у нас сейчас принято говорить, борьбы с фальсификацией истории Это публикация документов Чем общество и занялось И без малого 150 томов Огромный вклад внесло общество в формирование такой объемной, объективной картины русской истории Вышло всего 148 томов, плюс 25 томов русского биографического словаря Так вот, это книги большого формата, энциклопедического Люди старшего поколения помнят Большую советскую энциклопедию То есть, ближе к квадрату книги С очень хорошей, хорошо читаемой гарнитурой Прекрасная плотная бумага Хороший кегль И эти книги рассчитаны на такое неспешное чтение Ну вот, я не хочу сказать, что я все 148 томов держал в руках и читал Но, наверное, десяток томов я проработал в разные годы И мне так повезло, что я держал в руках тома, принадлежащие графу Сергею Дмитриевичу Шереметьеву Вот, библиотека Шереметьева поступила науккомплектование Фундаментальной библиотеки Института научной информации Российской академии наук Так вот, эти книги приятно было держать в руках Вот, я ощущал некую магию Я ощущал вот эту цепочку Потому что на полях некоторых томов были маргиналии графа Шереметьева Вот, и потом, когда я уже пошел в РГБ читать некоторые тома Потому что они были заняты в унионе И мне дали обычные тома, принадлежащие Ну не знаю кому Вот чего-то мне не хватало Может быть, не хватало вот этих хорошо оформленных кожаных переплетов Вот было что-то не то, скажу честно В данном случае я не рисуюсь Я говорю о своем ощущении историка Потому что вот это ощущение исторического контекста Оно очень важно Иногда даже важно, где ты читаешь книгу Когда я в доме музея Тючева читал Некоторые тючевские томики У меня было совсем иное ощущение Чем когда я читал их в библиотеке Ну вот, возвращаясь к прерванной нити Я хочу сказать, что все делалось очень солидно Все делалось очень фундаментально Ну, при этом предполагалось, что читатель знает Уж французский язык то точно Поэтому французские фразы не переводились Ну, латынь тоже, как правило, не переводилась Предполагалось, что человек имеет классическое образование Но тома, пусть и упору, не потеряли своей актуальности Там были тома по внешней политике Там были документы, связанные с Екатериной Великой Ну вот, мне особенно близки два тома По-моему, 73-й и 75-й, если мне память не изменяет Это бумаги графа Арсения Андреевича Закревского Генерал-губернатора Москвы Вот там были поразительные письма Которые писал Закревскому генерал Ермолов Про консул Кавказа Поскольку письма передавались фельдегерями То есть никакой перлюстрации речи не могло быть То Ермолов был абсолютно откровенен И вот один из пассажей Который был опубликован Несмотря ни на цензуру, ни на что Вот скажи, брат Арсений Не являются ли генералы деревянными болванами Для просушки генеральских мундиров Ну вот эта реплика была связана с тем Что несколько очень глупых полковников Получили генеральский чин Он говорит, ответь мне, брат Арсений Если только то не тайно государственное Знак вопроса Вот масса таких интересных вещей В этих томах рассеяна Могу сказать насчет русского биографического словаря Вот прежде чем издать эти 25 томов К сожалению, издание не было завершено Выпустили два тома словника Где были перечислены имена По поводу которых должны были быть написаны статьи Так вот, что интересно Было некое обсуждение После чего словник был утвержден окончательно И вот этот двухтомник со словником Он имеет самостоятельное научное значение Очень часто, когда мне нужно найти Вот имя какого-то не очень известного Деятеля русской истории Я обращаюсь к РБС И, как правило, там его нахожу И там не скупая справка Повторяющая послужной список героя А там яркая психологическая характеристика Мы хотели поговорить о роли высших сановников Вот в инициативе Все-таки это была инициатива, с одной стороны Я понимаю, там политическая составляющая Но без такого активного вмешательства Или поддержки собственного исторического сообщества Это было бы невозможно Ведь такой прорыв сразу был осуществлен Абсолютно И тут есть еще одна задача Которая Наши коллеги-историки Хорошо понимают О чем мы сейчас говорим Проблема объединения Исторического сообщества Вокруг некой крупной цели Вот, к сожалению Или, возможно, к счастью Историческое сообщество Научное Устроено так, что оно Особенно в настоящее время Эта ситуация усугубилась, на мой взгляд Оно атомизировано Оно склонно К хаотическому такому развитию Но историк работает индивидуально Есть источники То есть здесь коллективный труд Редок он возможен Да И вместе с тем И присутствовала, и присутствует Такая подспудная тоска По общим большим задачам По большим проектам То есть не объединение Не 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 Сусловское, условно говоря Объединение вокруг Не вокруг, а под Какой-то идеологией В каких-то рамках Объединение вокруг Больших проектов И Роль государства И крупных государственных чиновников Которые Занимались Вот, заняли сейчас Вот этой работой Она как раз в том и состоит Способствовать Формированию повестки Исторической повестки В которой есть крупный проект Эти крупные проекты Сами по себе Вот такие, как Публикация источников Публикация русского Биографического словаря Который Множество достойных авторов Объединил Вокруг Этой задач Это тоже, может быть Не формулировалось Наверняка не формулировалось В качестве цели Но На эту задачу работало Историческая наука Она развивается Нелинейно Есть такие волны Когда Одна тема Когда интерес к теме Появляется То затухает Потом возникает опять И характер Публикации Источников В работах В трудах Русскоисторического общества Источники По разным темам Это способствует тому Что На любом этапе Развития Исторической науки Там Историки Находят Что-то интересное То, может быть На что раньше Не обращали внимания Вот Впереди Юбилей Карамзина Наверное Не очень широко известно Что Одна из Первых Биографий Карамзина Одна из Наиболее проработанных Биографий Вот была опубликована В русском биографическом словаре Бестужином Ременом Николай Карамзин Историк Писатель Почетный член Петербургской академии наук Редактор Московского журнала Основатель И редактор Первого России Частного Литературно-политического Журнала Вестник Европы В письмах Русского путешественника Запечатлел жизнь Западноевропейских Государств Накануне И во время Французской революции С 1803 года Являлся Официальным Историографом Императора Александра Первого В течение Многих лет Работал над Историей Российского Государства Остающейся По сей день Одним из Наиболее ценных Трудов По истории России Вы упомянули Большие проекты Можно ли привести Пример Дореволюционного Изоляционной практики От таких Больших проектов Например События Какой-то войны Например Выдающейся Или это Специально не готовилось Не было таких Идей Сам Сам вот этот Подход Само решение Начать Системную публикацию Исторических Сточников Ранее закрытых Он сам По себе Был Такой Акцией Сейчас Нас этим Не удивишь Сейчас тоже Есть задачи Большие Связанные С публикацией Источников Социфровкой Архивов И так далее Сейчас Немножко Может быть Другие Другие Способы Другие Стимулы К развитию Исторической науки Вся история Развития Российской Исторической науки Это История Каких-то Крупных Проектов Как бы мы Сейчас сказали Другое дело Что Константин Ильич Абсолютно Прав Эти Проекты Возникали Спорадически Вот Был такой Военный историк Нахайловский Данилевский Который Во время Войны 12-го года Состоял Прикутузы Это вообще Был сугубо Штатский Человек Закончивший Университет И Собиравшийся Посвятить себя Изучению Истории Ну так Получилось Что он Во время Войны 12-го года Облачился В военный Мундир И дальше Уже Его не снимал До конца Своей жизни Так вот Он Собираясь Написать Историю Войны 12-го года Из зарубежных Походов К жившим В то время Еще Участникам Этих Событий Обратился С просьбой Оставить Свои Воспоминания И по сути Он действовал Как хороший Социолог Хотя тогда Еще этого Слова Насколько Я знаю Не было Он Разработал Нечто Вроде Анкеты И разослал Всем Своим Респондентам С просьбой Получить От них Дать Подробные Ответы В том числе Там был И Яковлев Эти не потеряли Своего значения По сию пору Один из Отцов Основателей Императорского Русского Исторического Общества Барон Модест Корф Тоже при написании Истории Восстания Декабристов Обращался К непосредственным Участникам Событий Но с правительственной Стороны Разумеется И просил Их Оставить Воспоминания Модест Корф Барон Государственный Деятель Историк Почетный член Петербургской Академии Наук Из курлянских дворян Окончил Царско-сельский Лицей С 1826 Года Работал У Михаила Спиранского Во втором Отделении Императорской Канцелярии С 1854 Года Государственный Секретарь Затем Управляющий Императорской Публичной Библиотекой С 1864 По 72 Председатель Департамента Законов Государственного Совета Автор Официозного Сочинения О восстании Декабристов После 17-го года Практически вся историческая наука Была Как бы это помягче сказать Сильно Разогнана То есть историки Оказались не просто Вот лишними Они оказались врагами Потому что нужна была новая Эпоха Нужна была новая история И они Многие оказались без работы Многие А потом были репрессивны В частности Из тех Из того списка О котором мы сейчас С вами будем говорить Те кто не успел умереть Там к 20-му году Потом Их судьба Как правило Была печальной И вот эта Попытка Ликвидировать Историческое знание Профессионально То есть если Вот шельмование истории К 866 году Было с одной стороны То уже В советской Наверной Было с другой И в истории Русского и Союза Есть еще две Интересные страницы Это во-первых Пражская составляющая То есть иммигранты Уехавшие За границу В Праге Начинали И продолжили Это дело Публикации документов Потом была Короткая попытка В Америке По-моему Сан-Франциско Значит Тоже иммигранты Но это потом Не как русскоисторическое общество Это более локальная Такая была история Вот И только уже Вот В постсоветское время В 21 веке Русскоисторическое общество Было воссоздано Восстановлено Судьба на самом деле Людей Которые Составляли цвет Этого Общества Закрытого Кстати До революции Она была трагична Особенно те Которые пережили рубеж века Но мы вернемся К тому С кого это начиналось Ну понятно Император Густавь император Первый Александр Второй Прежде чем Перечислить Основателей общества Я хотел бы сказать Вот о чем Основатели Члены Тоже очень интересные Там была известная Градация Как в любом Закрытом Аристократическом Клубе Это были люди Дворянской культуры Привыкшие К культуре Салонов Привыкшие К тому Что о любой Сложной проблеме Надо уметь Говорить так Чтобы это было Интересно И дамам Умение Утраченное Практически В наше время Так вот Значит Первый Председатель Общества Это Петр Андреевич Вяземский Князь Рерикович Друг Пушкина Он кстати Лично документы Из собственного архива И используя Свои связи Совершенно справедливо Помогал К продвижению К публикации Это очень важно Частные архивы Были вообще закрыты Конечно Но своих туда пускали И пускали очень охотно Дело в том Что вот Мы знаем Пушкина Как друга Вяземского знаем Как друга Пушкина И как поэта Пушкинской плеяды Но Петр Андреевич Вяземский Это олицетворение Связи Эпох И времен Он Лично был знаком С Карамзиным Он Дожил В общем-то Практически До конца 70-х годов Писал Пронзительные Грустные Стихи И в то же Время Очень с большим Беспокойством Смотрел на Тот социальный Прогресс Который Происходил у него На глазах И он понимал Что вместе С водой Могут выплеснуть Ребенка И он хотел Восстановить Вот эту Прерванную Связь времен Пользуясь Словами Гамлета Но Или вправить Выветухнутый Сустав времени Но Петр Андреевич Все-таки Был Председателем А основную Работу Как всегда Делает Секретарь Делает Аппарат Фактическим Основателем И главной Пружиной Как тогда Говорили Общества Был Александр Половцов Значит Это крупный Сенатский Чиновник Потом он Стал Государственным Секретарем Но известен Он был Не этим Он очень Выгодно Женился Женился Он На барышне Которая Имела Явно Придуманную Фамилию Июнева Дело в том Что младенца Нашли В кустах Сирени И кусты Сирени Находились На даче Барона Штиглица Притворного Банкира Очень богатого Человека Может быть Самого богатого Человека В России В то время Но не считая Императорской Фамилии Хотя То что Штиглиц Был богаче Любого из Великих Князей Это не обсуждается Так вот Младенец Был закутан Такие кружевные Пеленки Имел Крестик С очень крупной Жемчужиной Было ясно Что это был Непростой Ребенок Штиглицу Намекнули Что сам Государь Николай Павлович Заинтересован Судьбе Ребенка Штиглиц Намек Понял Девочку Удочерил Потому что Чета Штиглицев Детей Не имела Вот Девочка Была Побочной Дочкой Великого Князя Михаила Павловича Вот Одной из фрейлин И в итоге Штиглиц Все свое состояние Отписал Наденьке Состояние Составляло В тот момент Немного Немало 17 миллионов Это была Сумма Фантастическая Потому что Годовой Для сравнения Годовой бюджет Столичного города Санкт-Петербурга Составлял 1 миллион рублей И вот Большую часть Этих денег Половцов Тратил на дела Русского Исторического Общества Вот в частности Русский Биографический Словарь Первые тома Во всяком случае Финансировались Из личного Кармана Половцова Углубляясь Сегодняшний день Хочу сказать Что как только Половцов стал Крупным Государственным Чиновником Он тут же Перестал заниматься Предпринимательской Деятельностью Вышел Из правления Целого Ряда Предприятий Ну доход получал Дела он В общем запустил В момент смерти Незадолго До Октябрьской Революции Он оставил Своим детям Всего лишь 2 миллиона рублей Из этих 17 Но это был Несомненно Энтузиаст Своего дела Человек Который Любил Делами Историческое общество Был его Почетным Председателем Вот Другой Человек Один из Основателей Это Константин Николаевич Бестужев Рюмен Историк Крупный Профессор Человек Который Преподавал Историю Царским Детям И в то же время Основатель Бестужевских Курсов То есть он Не только Консерватор Он не чужд Духа времени Несмотря на то Что он Очень много Сделал Для Издания Летописей Он был Не чужд Психологическому Методу В истории И поэтому Вот Яркие Такие Выпуклые Портреты Многих Исторических Деятелей Появились Благодаря Тому Что этот Человек Принимал Участие Вот Дальше Модест Иванович Богданович Генерал-лейтенант Военный Историк Ну Не просто Человек Который Пишет О войне А человек Который Воевал Реально Который Пролил Свою Кровь На полях Сражений Который Знал Как Стреляют Пушки И Знал Что такое Рана На поле Боя Вот Ну Дальше Я опускаю Несколько Архивистов Потому что Среди Основателей Был И Директор Государственного Архива Российской Империи Ну Вот Другой Человек Скажем Андрей Федорович Гамбургер Ну Фамилия Сейчас Звучит Несколько Анекдотически Но Это был Очень Крупный Дипломат Близкий Сотрудник Канцлера Горчакова Человек Выполняющего Деликатные Поручения И Человек Хорошо Знающий Как Осуществляются Те или иные Негласные Дипломатические Мероприятия То есть Изнаночная Сторона Событий Вот Гамбургеру Была Очень Хорошо Известна И Был Еще Один Дипломат Барон Александр Генриков Джамини Который Собственно И Редактировал Знаменитые Горчаковские Циркуляры Это был Великолепный Стилист Он Знал Как Надо Писать Остро И Убедительно Вот Эти Люди Которые Перечислены Они Готовили Документы Они Выбирали Отбирали Какой Принцип Сразу Был Заложен И Был ли Какой Заложен Принцип Отбора Пропорций То есть Я не имею Ввиду Цензуру Скорее всего А я имею Ввиду Такие Описание Военных Действий Каких-то Исторических Процессов Личные Мемуарные Какие-то Статистика Дело Было Новое И Люди Которые Этим Занимались Занимались Люди Разные Формировали Их Исходя Из Своих Представлений Конечно Когда Речь Шла О Военных Действиях Это И Фрагменты Воспоминаний Это И Письма Это И Доклады В принципе Широкий Спектр Исторических Источников Тогда Напомним Не было Такого Источниковедческой Разработки Предварительной Именно Вот это Как мы говорили И позволяет Теперь Находить Жемчужины Отдельные В общем Объеме Опубликованных Документов Мы Понимаем Что Не Сами Эти люди В основном Отцы Основатели Общества Члены Занимались Работой По подбору Документов Они Своими именами Своим Энтузиазмом Смогли Объединить Профессионалов Многие из которых Безвестно Люди Которые Непосредственно Работали В архивах И Воссозданное Российское Историческое Общество Учредительное Собрание Которое Прошло 20 июня 2012 Года Спустя 156 Лет После Создание Русского Исторического Общества Вот оно Воссознано В форме Ассоциаций Юридических Лиц И То что Туда Вошли Крупнейшие Музеи И государственный Исторический Музей И государственный Эрмитаж И музей Современной Истории Крупнейшие Библиотеки И российская Государственная Библиотека И историческая Библиотека И крупные Средства Массовые Информации И архивы С архивами Немножко Сложнее С их Организационно Правовой Формы Современной Вузы Крупные МГУ МГИМО РГГУ Общественные Организации Такие как Общество Историков Архивистов Вот это С моей точки Зрения Воспроизводит На новом этапе Сработавший Тогда Механизм Объединения Исторического Сообщества И осуществления Крупных Проектов Даже при выборе Документа Из общего Массива Я уж не говорю Об его Интерпретации Существует Великий Соблазн Вот Насколько Можно себе Представить Хотя Вы только что Сказали Что дело Было новое Вот С одной стороны Опубликовать Все что Можно По той же Войне 12-го года Например Вот И вообще По наполеоновским Войнам Или что-то Попридержать Что-то Вот Посчитать Ненужным Ведь это же Важнейшая Я бы сказал Политическая Задача Почему Общество И было закрытым Почему люди Которые Составляли Его цвет Они понимали Что они делают И вот эта ответственность Что публиковать А что не публиковать Она уже Легла на их плечи Сразу после того Как они начали Что-то делать Среди основателей Общества Был знаменитый Барон Модест Корф Человек Ну Мы его представляем Как Пушкинского Приятеля Полицею Как Такого Чиновника До мозга Костей Это все правильно Но вот Модест Корф Наряду с тем Что он писал Книги Которые кстати Пользовались Бешеным успехом Его Книга Посвященная Восстанию Декабристов Выдержала Три Прижизненных Издания Первое Издание Разошлось Тиражом Там Семь или Восемь тысяч Смотря как считать На разные бумаги Издавалось И было Распродано В течение Несколько Месяцев Так что Потребовалось Новое издание Но для справки История Карамзина Была выпущена Тиражом Три тысячи Экземпляров А тиражи Того времени Немногим Отличались От тиражей Современных Потому что Книга Обычный книжный Завод Был Тысячу двести Экземпляров Так вот Модест Корф Знал как Надо писать И в то же время Жизнь графа Спиранского Своего учителя Своего начальника По службе Ну разумеется Сюжеты связанные С отставкой Спиранского В 1811 году В этой книге Были отражены Глухо Но Корф параллельно Вел свои записки И в этих записках Давал очень яркие Характеристики Своим современникам Михаил Спиранский Граф Выдающийся Государственный Деятель При Александре Первом И Николае Первом Реформатор Основатель Юриспруденции В России С 1808 года Советник Александра Первого В 1812 Получил отставку И был сослан Императором Вследствие давления Со стороны Противников Реформ С 1819 Действительный Член Императорской Академии Наук И Российской Академии В этом же году Был назначен Генерал-губернатором Сибири Составлял проект Управления И учета Населения В царствовании Николая Первого Спиранский Руководил Работами О кодификации Основных Государственных Законов Российской Империи Был еще один Отец основателя Евгений Михайлович Феоктистов Писатель Журналист Который оставил Яркие мемуары За кулисами Политики И литературы Где было множество Интересных В том числе Пикантных Подробностей Той российской Действительности В которой Вращался Феоктистов Так что Отцы основателей Прекрасно понимали Что можно Публиковать А что нельзя Но даже то Что нельзя было Публиковать сегодня Они фиксировали На бумаге Вспомните Старую записную Книжку Князя Вяземского Сколько там Удивительных Анекдотов Вяземский Не надеялся Опубликовать это При жизни Хотя кое-что Публиковал Но он считал Нужным это Зафиксировать И вот уже тогда В русскоисторической Науке Возникла мысль О том Что важно Записать Не важно Можно это Опубликовать Сегодня и нельзя Это все равно Когда-нибудь Будет опубликовано Люди стояли Перед выбором Что публиковать Что не публиковать Нужно понимать Что сначала Было провести Огромную Поисковую работу И вот эта Поисковая работа Она Не прерывалась И Интересный Такой символичный Факт Что Воссоздание В наши дни Российского Исторического Общества Оно Ознаменовано Передачей В Россию Двух письм Наполеона Ранее не Публиковавшихся Наша соотечественница Проживающая В Италии Вот сейчас на коллекцию Выкупила эти письма Письма Которые Касаются Войны 12-го года Непосредственно Первое письмо Написано Наполеоном Во время Смоленского сражения Из Витебска И касается Снабжения Армии А во втором Он уже В 13-м году В марте Распекает Одного из своих Генералов Который Предложил ему Повременить С открытием Весенних кампаний Против русских Советует Обращаться ему С этим предложением К русским А не к Наполеону Тексты Которые Публикованы В этих 148 томах В какой Жанр В основном Там присутствуют Или какие Основные жанры Или пласты Документов Опубликованы Вот в этих Уникальных Собраниях Очень много Разнообразных Частных Или деловой Переписки Служебной Скажем так Прежде всего Частной Переписки Но и деловой В том числе Очень много Каких-то Государственных Документов До то ли Не публиковавшихся Насколько я знаю Мемуары В этих 148 Томах Не присутствуют В основном Это бумаги К недостаткам Следует отнести Что комментариев Таких вот Научных Серьезных Там не было Это Их задача Была ввести В оборот Документы Кстати Вот Константин Ильич Рассказал О двух письмах Наполеона Которые Были переданы Вот один из Основателей Интераторского Русского Исторического Общества Граф Перовский Генерал-эдъютант Оставил Великолепную Коллекцию Автографов Которую Передал потом В Чертковскую Библиотеку Вот он понимал Важность Автографов Вообще Многие Люди В девятнадцатом Веке Стали собирать Автографы Стали собирать Гравюры И понимали Важность Вот таких Источников Я как человек Который очень любит Заниматься Визуальными Источниками Должен сказать Вот к сожалению Русское Историческое Общество Мало Внимания Этому Аспекту Уделяло До этого До этого И мысли Такой Не было Что появится Возможность Публикации Обнародования Эти документов Документы Уложенной комиссии Екатерины Второй Это Материалы Делопроизводственные Материалы И подготовительные И служебная Переписка Это Мы сейчас Говорим о том Что Уложенная комиссия Это Такой Некий Предвестник Русского Парламентаризма И вот Это тоже Было сделано Русским Историческим Обществом Уложенная комиссия Название Временного Органа Действовавшего В России С 1767 По 1768 Года В период Царствования Екатерины Второй Целью комиссии Было создание Нового Свода Законов На основе Соборного Уложения 1649 Года И правовых Норм Которые Вступили в силу После его Издания 572 Депутата Представляли Дворянство Купечество Казачество И городских Жителей Большинство В комиссии Представляли Дворянские Депутаты 45% Комиссия Работала Около Двух лет Но Выработать Новое Законодательство Не смогла Так как Представители Каждого Сословия Отстаивали Только Свои Интересы Рассматривая Большую часть Совокупность Материалов Опубликованных До 2017 Года Какой Образ России В итоге Был Представлен Мы начали С того Что Сверхзадача Была Постановление Баланса Паритета Препятствования Была Тень Где Были Полутона Все Эти Тома Востребованы И Скажем Если Архивы МИДа Сложно Было Попасть То Тома Русского Исторического Общества Можно Было Взять В библиотеке И прочесть То Что Нужно И Очень Многие Книги Которые Появились Вот У нас Начиная Со второй Половины Восьмидесятых Годов Двадцатого Столетия И вплоть до Конца Двадцатого Столетия Они Базировались На Трудах Русского Исторического Общества Потому Что Это Был Огромный Массив Который По сути Не был Освоен И Вот Здесь Я хочу Сказать Не особенно Вторгаясь В современность Что Очень часто Историки Говорят О том Что Нужен Допуск К архивам Что Какие-то Архивы Закрыты Что Многие Документы Не введены В оборот Это Во многом Справедливо Но Очень Много Опубликованных Архивных Документов По сути Не востребованы То Выходят Тома Иногда Откомментированные Иногда Неоткомментированные И Научное Сообщество Крайне Равнодушно Взирает На эти Многотомные Издания За каждым Из которых Иной раз Стоит Если не Человеческая Жизнь То Годы Годы И годы Если не Десятки лет Кропотливой работы Вот И В этом Смысле Всякий Кто публикует Архивные документы Он работает Даже не на Сегодняшний Даже не на Завтрашний День Он работает На будущее Потому что Очень может быть Что Эти архивные документы Будут востребованы Спустя Десятилетия Очень точное Замечание Семен Аркадьевич И Мне кажется Борисову действительно Очень актуально Поставили проблему В связи с тем Что Сегодня мы видим Как подход К публикации Документов Исторических Влияет на Формирование Образа России в мире И Мы знаем Как Устроена В наши дни Оцифровка Архивных документов Когда В отсутствии Системы В отсутствии Государственной Политики И Какой-то Объединяющей силы Происходит Хаотически Если По немецкому Гранту Публикуются Документы Относящиеся К истории Первой половины 20 века К истории Великой Отечественной Войны То Понятно Что там Подбор может быть Различным Но Тогда Это действительно Была работа На На будущее На далекое Будущее Я бы не говорил О том Что Фактически Открытие Архивов Вот таким образом Через публикацию Документов Оно Формировало Иной образ России в мире Как страны Более открытые Демократичные Тогда не было Понятно Такой постановки Вопрос Открытие Архивов После перестройки Оно Сыграло Ну Не всегда Конечно Но иногда И к сожалению Не очень редко Злую шутку То есть Искали документы Для того Чтобы подкрепить Свои Политические Задачи Лозунги Часто Конъюнктурные Вот И архивы В том числе Секретных Служб Часто используют Да и сейчас Это делается Правда Не у нас А в соседних Там Бывших странах Союзных Республиках Известные случаи Но Вот это Некорректность Это уже Зависит Вот Скажем так Мировоззрение Или Совести Профессиональной Честности Или этики Внутренней Так называемых Исследователей Те Кто получили Доступ И вот здесь Как мне кажется Такая институция Как Российское Историческое Общество Возрожденное Иных Но Принципиально Тех же Принципах Оно очень важно Потому что Если публикация Идет под грифом Что это сделано Членами Усилиями В соответствии С какой-то программой Российского Исторического Общества Значит Это Определенная Ответственность Исторического Сообщества Стоит за Тими текстами Которые потом Можно будет Посмотреть Почитать Или использовать Даже процитировать И там явно Что ошибок не будет И эти цитаты Будут верными Ну Разумеется Никто не застрахован От ошибок И Российское Историческое Общество Не Не Господь Бог И тоже Может быть Подвержено Но оно Не так давно Воссоздано Подождем Никаким Влиянием Ошибки У всех Бывают Но Книнктурные Вещи Намеренно Намеренно Искажение Исторических Фактов Конечно Они должны Быть исключены И В этом Гарантия Гарантия Долгой Жизни Как можно Оценить Хотя это Понятно Бесценный Вклад Роль Вот той Пражской Составляющей В истории Русского Исторического Общества Я имею ввиду Архивы Которые были Обработаны Опубликованы Учеными Оказавшимися В эмиграции Трудившимися В Праге Но называвшими Себя Продолжателями Вот этой Традиции Этого Этого Направления Это соответственно Там Конец Главным образом Тридцатые годы После Уже Окупации Гитлером Числовакии Это Общество Было Распущено Его руководитель Был посажен В тюрьму Эта тема Еще ждет Своего Исследователя Дать какой-то Исчерпывающий Ответ Я бы Не рискнул Вот На самом деле История Императорского Русского Исторического Общества Еще требует Такого Неспешного Академического Исследования Может быть Индивидуального Может быть Коллективного Следует Разобраться Действительно Как общество Возникало Какие этапы В своем Развитии Прошло Каким итогом Оно подошло К семнадцатому Году Но это Все еще Требует Очень тщательного Изучения Потому что Само описание Вот этих 148 томов Это уже Большая работа И она еще Пока не проделана Я думаю Что Ну в частности Вот они по-моему Один или два тома В Праге Издали Все-таки Вот возможно С этого следовало Начать То о чем Сейчас сказал Семен Аркадьевич У нас же Нет ни одного Минографического Исследования Посвященного Истории Русского Исторического Общества Ни собственно Исторического Ни историографического Вместе с тем Вот есть одна Диссертация Которая была Защищена По-моему Еще в 90-х годах Нашего века В Самаре И все То есть Здесь действительно Большое поле Для исследователей Что касается Эмиграции То Судьба Судьба Людей Которые оказались В эмиграции Она тяжела Всегда Люди Активные Деятельные Которые привыкли Заниматься Историей Для чего Требуется Доступ Постоянно К источникам Они оказались Этого лишены Я действительно Не берусь Сейчас Давать оценку Этим запискам Которые выходили В Праге Но Вот эта Группа историков Которая там Собралась Они же Внесли Большой вклад В формирование Документального Наследия Русской эмиграции И вот этот Пражский архив Известный Он был Сформирован С участием Как раз Вот этих историков Которые ходили В русскоисторическое Общество За рубежом Я вот помню Своё личное ощущение Когда я В 91-м году Это 20 лет прошло Вот Наш разговор Сегодняшний Прошло 20 лет Я помню Как я зашёл В маленькую комнату В музей Ликвуд Это Нью-Джерси Это на севере Нью-Йорка Вот Это был Такой Ну частный музей Русской эмиграции В этой комнатке Стояли Папочки Сбрашированные Отдельные Папочки Это были Мемуары Документы Тексты Которые Передавались На хранение Умирающими Ушедшими Вот Теми самыми Носителями Этого исторического Знания Свидетелями Событий И Позже Уже Там лет 15 прошло Собственно Не так давно Я узнал Что эти архивы Потихонечку Были переданы Вот в архив Русского зарубежья И Вот Как вы правильно Сказали Когда ты Держишь том Из соответствующей Библиотеки Которая Длистала Какие-то Заметки Там Делал Граф Шимити То же самое Я взял Несколько Можно вот так Полистать Просто Подержать И конечно Ощущения Вот эти Они непередаваемые Понятно Что это написано Кровью Понятно Что это написано С болью И Когда Вот Я спрашивал Этих Господ Этих Дедушек Вот А как Вот вы Собирали Ну как Люди Отдавали Ордена Мешочки С русской Землей Которые Они вывезли Потому что Дороже У них Ничего Нет Но они Хотели Чтобы Это Осталось Они Не знали Что Будет Советским Союзом Это было Давно Я помню Маленький Такой эпизод У нас был Небольшой прием Сидел рядом Со мной Пожилой человек Вот И он так С гордостью Сказал Как вас зовут Очень приятно Представился Сейчас не вспомню Конечно Как вас звали Я в свое время Учился В кадетском корпусе В Санкт-Петербурге Тогда еще Конечно О переименовании Ленинграда Не было никакой речи Это был 90-й год По-моему 91-й в Америке Вот мы Журналисты Поехали Туда Вот И Делали первые материалы Для программы До и после Получи Такая выходила Это фактически Первый был Такой прорыв И телевизионной Исторической Публицистики На отечественные экраны Вот там Это тема Архивов Интерпретации Истории Исторической Памяти Ответственности Она звучала Вот Первый раз Такую массовую аудиторию И вот Сегодня мы говорим На русском историческом обществе И Понимаем Что кроме Традиционного понимания Труда историка Который ищет Интерпретирует Публикует Анализирует Собирает Есть еще И вот такие Серьезные процессы Которые нужно Поддерживать Со стороны государства Что общественность Должна Понимать Свою ответственность За будущее Своих детей Вот помните Как Ваханалия Творилась Еще лет 15 назад Со школьными учебниками И сейчас Такие-то Голоски Идут Очень трудно Идет процесс Утверждения Текстов Для детей В наших школах Например Такое понятие Как Благоверный Юродивый Святой Равноапостольный Оно вообще Было невозможно В советской школе Но без этих вещей Невозможно понять Как люди мыслили И чем они жили И В основном Это Конечно Работа с источниками Которые уже обработаны Вот То что публикуется Вот Опубликованные документы Вот мы говорим Опубликованные документы Ну это вроде как Такое понятное Вроде бы понятно Взять и опубликовать Но иногда Существует Такое-то вульгарное мнение И очень Мы обижаемся Когда Такой Ну Не то что Непрофессиональный А обывательский подход К тому Что мы с вами Называем документом Источником На основании которого Можно сделать выводы Иногда Разрушающие стереотипы Русское историческое общество Положило Начало Публикации Исторических источников Более-менее Систематической Системной Да В этом Главный Его вклад В историческую науку Эти публикации До сих пор Остаются актуальными И по мере Актуализации Той или иной Стороны Российской истории Эти тома Еще долго будут Доставаться Историками Из библиотек И изучаться Более внимательно На предмет Открытия Тех или иных Новых сторон Опубликованных Источников Для нас Историков Сегодняшних Это пример Очень честного Ответственного Отношения К делу Которое Объединило Вокруг себя Людей Совершенно Разного Образа Жизни Разных Сфер Деятельности Государственных Деятелей И Общественных Деятелей И Профессионалов Историков Эти люди Среди которых Было большое Количество Интеллигенции Не стеснялись Из того Что Русскоисторическое Общество Узглавляет Царь Людей Объединяло Дело И Мы Возрождая Сейчас Российское Историческое Общество Хотели бы Чтобы Вокруг Такого же Большого Дела Которое Делается Честно По-настоящему Для Потомков Объединялись Как Организации Так И Историки Ведь Тогда Организации Ведь не могли Войти Мы же Говорили Что это Такая Клубная Была Клубная Была Организация Но Тем не менее Что Даже При такой Форме Вроде бы Архаичной Судя по Сегодняшнему Современному Медуру Но Столько Было Важного Сделано Ведь Огромные Массивы И Сегодня Чтобы Перекрыть Надо Очень Много Работать Несмотря на то Что русское Историческое Общество Было Относительно Закрытой Организацией Плоды Этой Деятельности Были Абсолютно Легальны Их Можно Было Потрогать Руками Прочесть Ознакомиться И вот Что Меня Подкупает В этих Людях Они Прекрасно Осознавая Себя Людьми Прошедшего Века Прекрасно Осознавая Себя Как бы Мы сейчас Сказали Уходящей Натурой Тем не менее Делали свое Дело Несмотря Ни на что Как Сказал Один из пушкинских Современников Дарование Есть Поручение Исполни Несмотря Ни на что Они ведь Публиковали Эти документы Прекрасно Осознавая Что делают Это Не ради Сиюминутных Потребностей Не ради Какого-то Бурного Коммерческого Успеха Они это Делали Ради Будущего И Иной раз Ради Далекого Будущего И это То Чему Следует Поучиться Скажите Вот Современное Русское Общество Я имею Современное Того Времени Когда Это Было Когда Эти тома Выходили Оно Оставило Мнение О деятельности Этих Людей Или Они Действительно Смотрели Только В будущее В Дневниках Современников Я встречал Упоминание О том Что Вышел Очередной Том Ознакомился Но записи В высшей степени Краткие О каких-то Сенсациях Мне лично Неизвестно И О каких-то Развернутых Разборах Мне тоже Неизвестно Я подчеркиваю Что это Все это еще Требует Своего Изучения Такого Комплексного Неспешного Может быть Многолетнего Пока что Мы Как ни странно Это еще Та самая Америка Которая ждет Своего Колумба Чтобы он ее Открыл Те задачи Которые Ставились Отцами Основателями Русского Исторического Общества Сейчас Не могут быть Воспроизведены В буквальном Виде Но Сам вот этот Подход Он Не теряет Своей актуальности И Вот мы Говорили О том Что Такими Волнами Развивается История Вот Пожалуйста Пример Собственной Истории Русского Исторического Общества Это Действительно Во многом При том Что мы Видим Эти там Мачтаем И Понимаем Более-менее Смысл Происходивших Процессов Во многом Белое пятно В нашей Истории И потребовалось Спустя Почти Сто лет После Закрытия Русско-исторического Общества Оно же было Закрыто На общем собрании Российской Академии Наук По-моему В 1920 году Потребовалось Его создать Для того Чтобы Такой интерес К нему возник И я уверен Что нас здесь ждет Много интересных Открытий Было такое Общество Замечательное В котором Аристократы Решили Собраться И публиковать Какие-то Исторические Бумаги Из архивов И мемуаров Почти Частные Переписки Эта Система Мы Мы Вскоре Общества Встретимся И продолжим Наши Экскурсы В историю В поисках Истины Всего доброго До свидания Редактор субтитров Корректор А.Кулакова